Мурат Босс и Педро Алонсо готовят что-то грандиозное. Что за проект обсуждали звезды в Стамбуле? Сериал «Музей невинности» переходит на новый этап. Съемки проекта Netflix начались. Селин Шекерджи возвращается на экраны в новом сериале. Партнером Мелисы Шеналсон в сериале «Любовь. Враг. Развод» стал Фуркан Акмуш. Съемки сериала, который создает компания Cargo 7 Pictures для телеканала Now, продолжаются. В центре сюжета истории трех сильных женщин. Проект является адаптацией дорамы «Музыка брака» и «Лирика развода». Дену Йилдер Млар играет Гюнер, Мелисаша Налсун исполняет роль Нас, а Мюжде Узман играет Гае. Левен Чжан исполняет роль Алтана, мужа Гюнер. Серхат Тиаман, Чинара, мужа Гае. Роль Чимучина, мужа Нас, исполнит Фуркан Акмуш, ранее известный по главной роли в сериале «Любовь и надежда». Взяли не самых известных актеров, но тем интереснее будет посмотреть, что получится. Ориентироваться они могут только на интересный сюжет и сильные съемки, ну и, естественно, сценарий. Я надеюсь, что сценарий не подкачает и в очередной раз будет доказана непреложная истина. Звезды действительно привлекают внимание к сериалу, но если у него отличный сценарий, то звезды, в общем-то, не особо и нужны. Главное, чтобы сценарий не подкачал. Селин Шекерджи присоединилась к актерскому составу сериала «Осада». Она исполнит роль певицы-ослы и станет партнершей персонажа Исмаила Демерджи. Селин не первый раз будет играть певицу. Напоминаю, что в сериале «Ешельчам» она тоже пела. У нее это прекрасно получается. Жаль, что такая интересная актриса, очень характерная, пока что не очень востребована в Турдизе. Несмотря на то, что она прекрасно может изображать совершенно разных персонажей, от комедийных до драматических. Но, увы, пока ей не очень везет. Я напоминаю, что проект Netflix и компании «Тимзенби» состоит из восьми серий. Сценарий написала Мири Чаджими, режиссер Улуч Байрактар. Сюжет разворачивается вокруг семьи Булут, которая занимается морской торговлей. В главных ролях Энгина Кюрек он сыграет Османа, члена семьи Булут с деловой хваткой, и Аслы Энвер. Она сыграет Нихаль, дочь владельца особняка, который интересует Османа. В сериале также заняты Далунай Сайсерт, Тарык Эмир Текин и Зейниб Аймак. Надеюсь, что сериал будет удачным. Разумеется, ждем фоточки со съемочной площадки. И запасаемся, как всегда, терпением. Напоминаю, что сериалы Нетфликс выходят через год-полтора. Сериал «Семья» с участием Кванча Татлетуа и Сиринай Сайкая, созданный компанией Айяпым, начнет транслироваться в Бразилии на платформе HBO Max 25 октября. Кстати, в Бразилии очень неплохо заходят турецкие сериалы, но на цифровых платформах. То есть, фактически, их категория АП предпочитает смотреть зарубежные сериалы, тогда как Total, бразильские, естественно, по-прежнему смотрят сериалы производства Бразилии, несмотря на то, что в мире уже мода на эти сериалы прошла. Но, тем не менее, кстати, турки с удовольствием заебствуют идеи бразильских кинематографистов. Я напоминаю, что сериал «Лейла» является ремейком популярнейшего бразильского сериала «Проспект Бразилии». Съемки сериала «Музей невинности» начнутся в понедельник. Я напоминаю, что сериал будет доступен на Netflix. Главные роли исполняют Силахадзин Пашалы, Эйлюль Лизия Кандемир и Оя Унустаси. Но, наконец-то, начались съемки этого многострадального проекта, который сначала готовили для Amazon, затем сменился и производитель, и главный герой, потом Disney+, потом он переехал, в конце концов, на Netflix. Кстати, заметила интересную особенность. Все сериалы и фильмы, с которыми существует какая-то проблема, в конце концов оказываются на Netflix. Netflix гребет все подряд и, в общем-то, показывает очень хорошие результаты в Турции, тогда как другие платформы никак не могут определиться, что же они на самом деле хотят. Может быть, просто перестать капризничать и начинать нормально работать на турецком рынке, как это делает Netflix. В общем, Netflix 5 с плюсом, а остальным двойка. Мурат Босс и Педро Алонсо заинтриговали поклонников, сообщив, что они встретились в одном из ресторанов Стамбула ради большого проекта. Я напоминаю, что ранее звезда сериала «Бумажный дом», который приехал в Стамбул, также встретился с музыкальным продюсером. На мой взгляд, это будет какой-то музыкальный клип. Может быть, еще что-то, но, конечно, дождемся официального объявления. Я рада, что Педро Алонсо так понравилось в Турции, что он решил соединить свои таланты вместе с турецкими производителями, и мы увидим столь необычный дуэт. Мурат Босс – прекрасный певец и, кстати, очень неплохой актер. Педро тоже хорошо поет, но он, прежде всего, конечно, замечательный актер. Так что два таких таланта соединятся в турецком проекте. Будет очень интересно посмотреть. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за пятницу, 4 октября. Сериал «Клюквенный шербет» вырос в тотал, но потерял 1% в АБ. Проект продюсера Фарока Тургута уверенно чувствует себя в третьем сезоне, несмотря на колебания аудитории в АБ. Впрочем, эта часть зрителей довольно легко переключается на другие программы, но, кстати, также легко возвращается к просмотру. Ориентироваться на нее можно только, когда ее предпочтения становятся трендом, то есть продолжаются на протяжении нескольких недель. Но, в целом, я бы сделала для сериала оптимистичный прогноз. Этот сезон обещает быть таким же успешным, как и два предыдущих. Сериал «Зиморудок» вырос немного в тотал и в АБ. Небольшое увеличение числа зрителей, конечно же, радует, но цифры остаются слишком низкими, если, конечно, сравнивать их с показателями, которые проект имел в первом сезоне. Пока не совсем понятно, сможет ли новая команда сценаристов заинтересовать аудиторию новыми поворотами сюжета, так что посмотрим. Сериал «Легенда о черном дереве» вырос в тотал, но потерял в АБ. Рейтинги проекта остаются довольно низкими, но, учитывая, что он демонстрируется на государственном телеканале, вряд ли эти цифры станут для него приговором, по крайней мере, до Нового года. Сериал «Плохая кровь» немного вырос и в тотал, и в АБ. Я напомню, что телеканал НАУ принял решение закрыть проект, но, учитывая небольшой рост в рейтингах, у поклонников появилась небольшая надежда на то, что оно будет изменено. Насколько эта надежда оправдана, мы узнаем в ближайшее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за просмотр и до завтра! Ну а пока рекомендую посмотреть наше следующее видео с новостями о турецких сериалах и актерах. Вам понравится!